Я приветствую всех, кто смотрит мой YouTube-канал. Меня зовут Евгений Киселёв, и вы видите, что очередной гость на моём канале — юрист Владимир Жбанков, координатор проекта, который называется «Пошук-Полон». Я сейчас в двух словах объясню, о чём идёт речь. Речь идёт о том, что одна из самых важных, самых больных проблем, которые возникли в жизни украинского общества, да и в жизни российского общества, между прочим, — это проблема пленных, украинских пленных, которые находятся на территории Российской Федерации. Их судьба плачевна. И вот для того, чтобы помочь украинским гражданам вернуться домой, для того, чтобы просто разыскать людей, которые попали в российский плен, собственно говоря, и был, как я понимаю, создан вот этот вот проект, вот эта инициатива, которая называется «Пошук-Полон», то есть с украинского «Розыск-Плен». Розыск людей, попавших в плен. Владимир, я вас приветствую. Спасибо, что вы согласились рассказать об этом проекте, о котором немногие пока что знают. Я понимаю, что у вас много сфер, много зон, много информации, о которой в конкретных цифрах вы говорить не можете. Но я, тем не менее, понимаю, что речь идет о судьбе многих тысяч граждан Украины. Я прав? Да, согласен. Если можно, я сразу кратко расскажу, как это все появилось. Ну, конечно. Проект уже больше года. Он был создан правозащитниками и адвокатом Николаем Полозовым в июне еще 22-го года. К этому времени стало уже кристально ясно, что РФ нарушает конвенцию по пленным просто целиком, от первой статьи до последней, включая все дополнения. Одно из обязательств, которое было, это создать информационное бюро, которое могло бы собирать информацию о людях, попавших в плен под власть Российской Федерации, передавать ее украинцам, соответственно, и обеспечивать хотя бы связь с семьей. Там есть еще огромное количество обязательств. То есть, например, должны быть специальные лагеря для пленных. Россия не озаботилась строительством специальных лагерей и помещает пленных в пенитенциарные учреждения, то бишь в тюрьмы. И на этом мы поподробнее, я надеюсь, остановимся. И, в общем, стало очевидно, что-то с этим нужно было делать. И у нас уже был опыт. То есть мы до этого довольно много работали по репрессиям в оккупированном Крыму и так называемых республиках. Этот опыт был, но, конечно же, ситуация оказалась совершенно новой. И к нам сразу стало поступать много заявок. Поток прям... Мы не ожидали, что будет так много. Но, что кажется, с самого начала мы сделали верно. Мы стали координировать свою деятельность с органом, который прямо к этому относится. Собственно, с координационным штабом, который является центром, который занимается возвращением украинцев домой. Наши координационные штабы где находятся, простите? В Киеве. Находятся в Киеве. Я понимаю, что он находится в Киеве. Где он находится в системе органов государственной власти? Он объединяет в себе представителей разных органов государственной власти. Это и Главное управление разведки, и Национальное информационное бюро, и Уполномоченный по правам человека и так далее. И, соответственно, это наиболее эффективная форма, чтобы межведомственное взаимодействие было в рамках буквально одного здания, в рамках одного более или менее коллектива. Что выгодно отличает нынешнюю ситуацию. Я был, честно говоря, удивлен, что так. Что в рамках вот таких вот трагических и важных задач не очень-то наблюдается межведомственная конкуренция, которую мы часто видим во всех возможных сферах. И в любых странах одни, так сказать, службы никогда не любят другие службы. Но тут та задача, в которой, к счастью, распоре удалось отставить в сторону и сделать одно дело. И тут важно... Подождите секундочку, я вот здесь вот должен вас перебить. Конечно. Если так все замечательно, если есть координационный штаб, если есть, скажем так, плодотворное и дружелюбное взаимодействие между разными организациями, то зачем гражданская инициатива? Потому что у нас есть уникальная компетенция, которой нет у других. Ввиду того, что мы до этого работали с адвокатами на территории оккупированного Крыма, и сейчас мы можем работать, соответственно, с адвокатами, которые есть там, на территории Российской Федерации, и, соответственно, налаживать. Один из главных инструментов поиска – это адвокатские запросы. Это, в общем, наиболее эффективный инструмент, потому что, несмотря на всю деградацию паровой системы в России, адвокатам по-прежнему отвечают. И адвокаты могут... Подождите секунду. А что, адвокат Николай Полозов еще сохраняет... Простите, что мы друг на друга наложили. Николай Полозов сохраняет статус адвоката в Российской Федерации? Ну, мы... Что вы говорите? Да что вы говорите? То есть, теоретически, он может пользоваться теми правами и теми преимуществами, которые имеет в деградирующую... Теоретически... ...системе адвокатуры российской, да, но, тем не менее, он может что-то еще делать. Ну, лично писать запросы затруднительно ввиду технических моментов, адвокатские ордера, выписывания и тому подобное. Но так как у него есть большой опыт, и плюс есть у нас у всех наработанное и проверенное со времен еще дело украинских моряков, команда адвокатов, которая может там, на земле, писать. Ну, все мы помним, конечно, дело у моряков и ту роль, которую сыграла в этом деле, позитивную роль в освобождении моряков, адвокат Николай Полозов. Но, извините, что я вас перебиваю, просто хочется, чтобы мы с вами в режиме диалога находились. Ну, это же опасно, в конце концов? Конечно. Сейчас, смотрите, куда ни плюнь, адвокатов лишают адвокатского статуса в России и даже возбуждают против них уголовные дела. Есть уже много случаев, когда российские адвокаты вынуждены, ну, просто бежать из страны. Да, совершенно верно, это очень опасно, но, тем не менее, остаются люди, у которых еще что-то, ну, многое осталось такое в сердце, что они видят это моральным долгом. Второй вопрос дополнительный, который я вас хотел. Вы упоминаете конвенцию, которая регулирует правовое положение пленных. Что это за конвенция, уточните, пожалуйста. Это одна из конвенций, которая формирует собой корпус международного гуманитарного права. Они все приняты были после Второй мировой войны в 1949 году в основном. И там подробно описано, ну, как начинается плен, кто такие пленные, как надо с ними обращаться, обращаться с уважением, какие права они имеют, в каких случаях они имеют право на адвоката в том числе. И, как ни странно, вот эта часть иногда удается добиться ее исполнения, чтобы пленный получил адвоката в случае уголовного преследования. Но только в этом случае. Если нет уголовного преследования, средств для правовой помощи, скажем так, не очень много, к сожалению. Но, тем не менее, есть. У нас, ну, чтобы просто понимать, у нас тут пошук-полон, он хорошее название тем, что хорошо описывает деятельность. То есть две части. Поиск и после того, как человек найден, это, на самом деле, уже большая победа. Потому что он не просто найден, он официально найден. То есть есть бумага от какого-то генерала с печатью, в которой он говорит, да, человек у нас. И это существенно само по себе повышает шансы на выживаемость. Потому что всегда гораздо больше людей тех, кого не нашли. И о которых неизвестно вообще, живы они или не живы. Россия постоянно прячет пленных вот весь этот год. Вот я хотел рассказать о тюрьмах, куда совершенно во нарушении всего международного права помещают пленных. А вот представьте себе обычную тюрьму, в которой есть условно пять корпусов. Туда заходит военная полиция и занимает три корпуса. И получается две администрации. Одна явная, вторая тайная. И пленных находятся под властью тайной администрации. И идут, соответственно, вторым тайным учетом. И по этому же учету. То есть люди вроде бы в тюрьме, но они не могут пользоваться там самыми простыми вещами. Лицевой счет, тюремный ларек. То есть если бы они сидели как обычные люди, свидание, визит адвоката хотя бы. Плюс их все время переводят. Очень любят переводить из одного места в другое. И, соответственно, если даже адвокат пишет в условную тюрьму, то его запрос получает официальная администрация. А они над этими корпусами не властны. Соответственно, вот эта вот система, она сложилась систематически, их прячут. Но, тем не менее, у нас в нашей методике успех приносит большое количество попыток. То есть запросов тысячи, удачных ответов сотни. То есть если попробовать одно и то же, разными путями сделать сто раз, в сотый раз, возможно, и получится. И в нашем случае это успех. С той стороны невероятное противодействие. И дальше помощь в плену. И тут есть вариант, есть уголовное дело или нет уголовного дела. Вот смотрите, наверняка у многих людей, которые нас слушают, особенно у тех, кто, скажем, интересуется историей Второй мировой войны, должны возникать параллели в голове, в памяти. Мы же помним, что советские власти во время Второй мировой войны в принципе отказались от того, чтобы признавать своих пленных пленными. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса в отношении пленных из Германии, попавших в плен военнослужащих вермахта, в частности, конвенции, тогда существовавшей, международное право того времени, тоже не соблюдалось, насколько я понимаю. Потому что опять-таки возникают и другие параллели. Вот, скажем, американские, британские фильмы про события Второй мировой войны. Где-то видно, что американские, британские военнопленные в немецком лагере сохраняют знаки различия, что старший из офицеров является, так сказать, внутренним командиром, и только с ним какой-нибудь там немецкий офицер выстраивает отношения. Вот всего этого нет. Ну, мало того, что нет. Тут даже я не хочу ни в коем случае хвалить диктаторские режимы прошлого, но, в отличие от нынешних, они были хотя бы немножко честнее. То есть они прямо говорили, не пустим Красный Крест. Тут же Россия не выходит из конвенции. Россия постоянно ссылается на Красный Крест, что мы ему все передали, отдали и так далее, что является прямой ложью. Даже в переписке Красный Крест не допускают к людям, чтобы хотя бы написать письмо. А Красный Крест, согласно вот этим конвенциям, должен осуществлять контрольную функцию. У него тут очень важная роль нейтральной стороны, которая как раз может помогать и, опять же, и медицинским обеспечением, и продуктовым обеспечением, и хотя бы перепиской. Ну вот хотя бы, ну это же не сложно, письмо, клочок бумаги. Но что, значит, эти письма пишут пленные явно под контролем и практически под диктовку, потому что тексты, которые передают Красному Кресту, скажем, мягко похожи. Потом в другом месте мешок или коровку с этими письмами отдают представителям Красного Креста, и они их уже доставляют в Украину семью. То есть контакта, хотя бы увидеть, оценить состояние человека физически, мы можем, либо, как я уже упоминал, через тысячу попыток, пробившись и передав письмо от родственника, через официальную зону телеком, в СИН письмо. Это редко, но бывает. Либо бумажное письмо, но опять же на бумажном письме должен быть российский обратный адрес, и это не каждый человек решится со своего домашнего адреса писать украинскому пленному. Но тем не менее люди есть, которые решаются. Но тут хотя бы живое письмо, рукописное, так как оно рукописное, хотя бы более-менее можно установить состояние человека. Понятно, через всю цензуру нельзя написать ничего содержательного. Там будет написано, я скучаю, люблю, все хорошо. Но потому как это написано, как буквы нарисованы, уже можно многое понять. А далее, вот этим летом, начались суды, где мы можем живьем увидеть людей, которых привозят в тот же Ростовский суд, и увидеть, в каком они находятся состоянии. Это те люди, у которых есть уголовное дело, и которых довезли до суда. Прямо сейчас, когда... А что, в чем обвиняются украинские пленные, которых привозят в Ростовский, например, суд? Ну, во-первых, террористы-экстремисты. Ну, например, подразделения Национальной гвардии АЗОВ признали террористической организацией, и теперь, в общем, в один юридический шаг всех можно делать террористами либо организатором террористического сообщества, и там сроки, соответственно, от 10 до пожизненного. И это делается юридически теперь очень легко на основании этого признания. Что довольно абсурдно, потому что среди этих так называемых террористов многие люди, ну, просто гражданские. То есть много женщин, вот в большом деле 22, как бы вот сейчас судят, 22 человека, а заочно еще два, их уже обменяли, они, к счастью, вернулись. То есть, честно говоря, это дело 24, 8 женщин, и специальность у них повара. И им в обвинении пишут что-то про терроризм. Ну, это же абсурд. Про терроризм или про поддержку терроризма? Нет, про участие в сообществе. Про участие в сообществе. А поддержка – это отдельная часть относительно помощи. Если кто-то переводил деньги тому же Азову, каким-то образом хотел помогать, то тут появляются возможности внутренних репрессий, что вы так или иначе либо поддерживали мысленно, либо физически как-то, соответственно, помогали людям, которых мы признали террористами. И тут поэтому можно осудить неограниченное количество людей внутри страны. Было бы желание. Ну, как, опять же, мы вспоминали прошлое, сколько было японских шпионов, так вот найти такое же количество поддерживающих условный Азов ничуть не более сложно. Еще раз хочу уточнить. Значит, если, скажем, в сталинские времена в лагеря военнопленных просто не допускали представителей Красного Креста, то сейчас все равно не допускают, но делают вид, что к Красному Кресту относятся с уважением, но только на словах. Ну, так прямо цинично и пишут. У меня есть официальные ответы генералов, что, значит, некие правозащитники возводят поклеп на соблюдающую международное право Россию, которая всю информацию передала Красному Кресту и так далее, и так далее. И вот так вот на страницу про инсинуации и тому подобную интересную лексику, тоже попахивающую серединой прошлого века. И это официальная позиция с печатью и подписью генерала. Которая фактической проверке не поддается. Ну, это вранье от начала до конца. Вранье от начала до конца, и это вранье можно верифицировать. Я правильно понял? Ну, да, конечно, можно. Во-первых, верифицировать. Международный Красный Крест может ответить предметно на каждый пункт этих инсинуаций. Ну, тут вопрос в позиции Красного Креста и их миссии. То есть, Красный Крест не всегда готов идти на конфликт с кем-то из сторон конфликта. Тут тоже все очень сложно. И из-за этого, конечно, ему много достается, что он такой пассивный, его ругают такой-сякой. Но у него очень сложный мандат. То есть, я понимаю, за что ругают институции Красного Креста, но у меня рука камень кинуть не поднимется. Очень у них сложное положение, в котором они находятся. Вы сказали, что украинские пленные находятся фактически на положении узников следственных изоляторов. Тюрем. И колонии, да. И колонии. Их привлекают к принудительному труду? Вот мы же знаем, что это отдельная часть, можно сказать, почти литературная российской истории, советская история, советского фольклора. На стройке немцы пленные на хлеб меняли ножики. Помните его? Высоцкого, да? Про принудительный труд вот что я могу сказать, о чем я более-менее знаю. Есть еще один случай, еще одна категория. Российские войска, когда отступали из Херсона, скажем мягко, они зачем-то украли четыре украинских тюрьмы. Всех жителей. Четырех херсонских тюрьм. Эвакуировали заключенных? Ну, можно сказать, эвакуировали, но они насильственно эвакуировали, что тоже преступление. Ну, это... Не имеется в виду, что они не разобрали эти стены по кирпичику? Нет, нет, нет. Они заключенных погрузили и увезли в южные регионы. Там рассадили по колониям. И получается абсурдная ситуация, что люди сидят по украинским приговорам, по Украинскому уголовному кодексу, но в российской тюрьме. И даже много, 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 больше полутора тысяч. Это только из четырех исправительных учреждений, находившихся в Херсонской области, на правом берегу, я так понимаю, да? Ну, на каком берегу не знаю, но в Херсонской области. И вот часть из них... Ну, уходили же с правого берега. Ну, да, наверное. Ну, вот часть из них, да, добровольно-принудительно все-таки тут труд, потому что этот труд дает возможность получить разные дополнительные блага, которые в плохих условиях их содержания могут быть ценны. Поэтому, да, тут есть труд. Его можно назвать принудительным, но все-таки насильно не гонят. То есть, если кто-то не хочет идти, ну, не иди. Хорошо, а вопрос. Речь идет исключительно о военнослужащих. Я имею в виду в массовых объемах. Речь идет исключительно о военнослужащих или де-факто гражданские лица находятся на положении военнопленных? К сожалению, и те, и те. И тут отдельная штука фильтрации, так называемая. Когда российские войска оккупировали ту или иную часть, они проводили фильтрацию населения. И если человек, мужчина, вероятность пройти фильтрацию уже невелика. Если он хоть когда-то, хоть дворником служил в каком-то госоргане, он, скорее всего, фильтрацию не пройдет. Много женщин не прошло. И многих гражданских... И мы, соответственно, 1 мая уже этого года заключили специальный документ с амбуцманом Украины, что мы занимаемся гражданскими. И гражданских искать еще сложнее, чем военных. Потому что военные, они хотя бы на учете. То есть они числятся при какой-то части. Кто-то видел, что их забрали и так далее. А с гражданским ушла оккупация. Город остался полупустым. Куда делись жители? Уехали ли они? Были угнаны насильственной эвакуацией под дулами автоматов вглубь территории РФ? Либо не прошли фильтрацию, оказались в тюрьмах? Это очень сложно установить. Но методы есть. Но это работа такая более трудная. Но, тем не менее, тоже ведется. И гражданских много. Точно никто, конечно, сказать не может. Но есть официальные цифры о уполномоченном правам человека. Там речь идет о десятках тысяч. О десятках тысяч? Больше одного десятка, скажем так аккуратно. Там число очень плавающее. Потому что, опять же, информация эта собирается, если кто-то из родственников обратился, чтобы искать. А если у человека погибла семья, и никто не обратился, то информацию получить сложно. Или была угнана, или пропала. Еще раз давайте попробуем уточнить. Как работает ваша организация? Технологическая цепочка, если угодно. Технологическая розыск конкретного человека. Первый пункт – заявка. То есть кто-то из близких должен обратиться и предоставить хотя бы им фамилию, отчеству, дату рождения. Иначе мы не знаем, кого искать. Куда обратиться? Нам, у нас на сайте есть форма. Пошук.io. У вас есть телефоны, у вас есть e-mail? Нет, e-mail, все идет по e-mail. К сожалению, у нас не столь великие возможности, чтобы делать колл-центр, поэтому 99% коммуникации с заявителями происходит по e-mail. И вся информация у вас на сайте? На сайте у нас анкета. Ее заявитель заполняет. Там много вопросов. Но обязательный вопрос, как человека зовут, год рождения. Потому что много тезок. Я просто обращаю внимание тех, кто нас смотрит. И я уверен, что может быть среди тех, кто нас смотрит, есть люди, у которых родные и близкие пропали, возможно, находятся в плену. Ну, пожалуйста, обратите внимание, что у нас там внизу в описании к этому видео есть и адрес сайта, и адрес e-mail, по которым, если не нужно, вы можете обратиться и попросить Владимира Жбанкова и его коллег, участников проекта Пошук.Полон, попытаться разыскать ваших близких. Извините, что вас перебил. Да, спасибо, Евгений Алексеевич. Это очень важно. Сайт у нас пошук.io. Все начинается с заявки. После того, как заполнена заявка, мы связываемся уже по e-mail. Вот мы сами пишем, потому что нам нужно, например, согласие на обработку персональных данных. Мы живем по праву Украины, строго придерживаемся всех норм закона, поэтому, соответственно, это одно из требований. И сразу я хочу подчеркнуть, что мы не занимаемся обменами, потому что, опять же, это компетенция государства. А мы не имеем права и не хотим. У нас есть наша часть. Найти – это помогает обеспечить выживание. После того, как нашли, как минимум прорвать информационную изоляцию, то есть передать хотя бы письмо, хотя бы записочку, а по возможности наладить то, что называется палеотивная помощь, то есть передачки какие-никакие. И хоть, ну, ввиду того, что люди, как мы уже говорили об этом, сидят вторым учетом, у них нет там даже нормального питания, которое им положено, и возможности обычной российской тюрьмы, которая ужасна. Но даже этими возможностями пленные не могут пользоваться. Но тут возникает вопрос уголовных дел и приговоров. Вот в этом случае уже адвокат может прямо увидеть человека в суде. это нелегко, это сложная работа, но это возможно. И что я хочу подчеркнуть, что, как ни странно, суд и уголовное дело – это хорошая новость, потому что это стопроцентное установление факта, что человек жив. Если уже суд, значит, все следственные действия закончились, и мотивации делать с ним что-то, ну, совсем ужасное нету. А далее, вероятно, после приговора, неважно по какой статье, и неважно, сколько дадут лет, украинские пленные и гражданские заложники будут находиться в плену либо до обмена, либо до победы Украины. И факт приговора на обмены, как мы можем просто наблюдать, не влияет. Меня ли и со смертными приговорами, и из-под суда, и из-под следствия. Со смертными приговорами? Подождите, смертная экономика в России еще установлена. В прошлом году в ДНРе было. Ах, в ДНРе, ну, да, в ДНРе, в ЛНРе, в так называемых, там правят неизвестно, какие законы, неизвестно, какой закон. Но в прошлом году под конец тоже произошла аннексия, и теперь формально, по российскому законодательству и мнению России, эти так называемые республики входят в правопорядок РФ. И в РФ пока что смертной казни нет. Соответственно, и в этих регионах она тоже пропала. Что по-своему хорошо. А, кстати, случаи применения смертной казни были в ЛНР? Я знаю только о приговоре, и по этому приговору состоялся обмен. Так, после того, как вы установили, что человек, родственники, знакомые, друзья, которого к вам обратились с просьбой его разыскать, если вы установили, что он жив и находится где-то в заключении на территории Российской Федерации, вы, разумеется, передаете всю эту информацию вот в тот координационный штаб, который... Да, мы немедленно, немедленно передаем и родственниками, и родственникам, и координационному штабу. Это случается в течение часа после того, как мы получаем какой-то официальный документ. И дальше вот там люди из ГУРа, из других организаций уже решают, как добиваться включения этого человека в списке на обмен. Я правильно понимаю? Ну, это уже их кухня, как-то они это делают. А сколько вам удалось разыскать людей за время существования вашей инициативы? Несколько сотен. Несколько сотен? Да. Из минимум 10 тысяч, как вы сказали. Нет, 10 тысяч, которые я сказал, это данные омбудсмана по-граждански. А, это только гражданские лица? Да, это только гражданские. Сколько военных, это официальная информация, конечно же, не публикуется, и мы точное число сказать не можем, но военных тысячи тоже очень много. Но у нас успехи, да, есть, честно скажем, КПД, наверное, процентов 5, но тут каждый найденный человек, это не просто бесценная новость, это очень-очень важно. А процент какой-то вы можете назвать? Сколько гражданских вам удается найти, сколько военных? Кого вообще легче разыскать, военных или гражданских? Или это одинаково трудно? Ну, как я говорил, с военными чуть-чуть попроще, потому что у военных их судьба перед пленом, она более или менее известна, потому что у них есть командир, у них есть побратимы, они состоят на воинском учете и так далее. Гражданские же люди могли пропасть, и об этом мог никто не узнать, потому что некому оставалось узнать. Соответственно, и с поиском гражданских несколько сложно, но методика, по большому счету, одна и та же. То есть, когда к нам обращается близкий и говорит, я считаю, что вот мой близкий гражданский пропал и попал в заложники в Россию, не прошел фильтрацию, был пойман патрулем, еще что-то такое. Кто-то видел, кто-то слышал. Пишутся все те же самые запросы, сидят они в сходных условиях, то же самое, второй учет, тюрьмы, колонии. И что особенно ужасно, отдельное нарушение, что гражданских судят так же, как и военных. То есть, та сторона может чисто гражданское лицо полагать комбатантам, военным и обвинять в очередных каких-то абсурдных преступлениях, которые иногда-то и физически совершить невозможно, но ту сторону это не останавливает. То есть, там они даже не стараются изобразить правдоподобие, как вот было там хотя бы во время крымских репрессий. А тут, то есть, даже регионы могут не совпадать. То есть, человек находился в одной области, а его судят за якобы преступление в другой области. И это никого не смущает. Вот прямо сейчас, когда мы с вами говорим, идет суд над Максимом Буткевичем, это его случай, его уголовное дело не совпадает по географии. Максим Буткевич, напомните. Максим Буткевич – это выдающийся украинский правозащитник, который сразу же мобилизовался и весной прошлого года попал в плен. И по нему как раз можно видеть чудовищные условия, потому что молодой человек фактически превращен в седого и сильно немолодого, и явно не нуждающегося в медицинской помощи мужчину. – Скажите, пожалуйста, вы ощущаете достаточный интерес к вашей работе со стороны международных средств массовой информации? – Ну, что говорить о достаточном? Мы предоставляем, когда связываются информацию. Но я бы не сказал, что тема пленных, к сожалению, является какой-то темой номер один. Всем интересно смотреть на карту со стрелочками. А вот то, что тысячи людей в нарушении всех норм международного права сидят в чудовищных условиях, и там, конечно же, процветают пытки. То есть мало того, что условия... Ну, во-первых, ими занимаются те люди, которые этому-то и не обучены. Все-таки система ГУЛАГа, она ужасная, пыточная и так далее. Но там люди, да, палачи, но хотя бы профессиональные. А тут еще и палачи непрофессиональные. И это, конечно, и пытки, то есть самые грубые такие... Ну, пописывать подробно не буду, но я думаю, фантазии у всех хватит. И, к сожалению, это проблема, которая требует большого международного давления. Но вот с международным давлением хотелось бы больше. Ну, я надеюсь, что среди зрителей нашего канала есть, может быть, какое-то количество иностранных дипломатов, людей, которые находятся в разных институтах власти. Я даже знаю лично таких людей, русскоговорящих, парламентариев разных европейских стран, дипломаты, аккредитованные в Киеве в том числе, международные журналисты. Мне хотелось бы, чтобы они обратили внимание на слова моего гостя сегодня, Владимира Жбанкова, координатора инициативы «Пошук-Полон». Инициативы направлены на розыск украинских граждан, попавших в плен, находящихся на территории Российской Федерации. Эту проблему надо решать. Спасибо большое, Владимир. Ещё раз напоминаю, вся информация о том, как связаться с проектом «Пошук-Полон» с Владимиром Жбанковым, есть внизу в описании к этому видео. Спасибо, что вы смотрели нас. И на этом у меня пока всё. Я прощаюсь. Но скоро опять увидимся на нашем канале. Счастливо. Большое спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!